Добрый день. Сегодня на сессии ООН начинается высокая неделя. 75 лет исполнилось после того, как Красная Армия победила в мае 1945-го и Сталин вместе с Рунельтем и Черчиллем определили будущее начертания мира и государственного устройства. Создание ООН было исключительно важным явлением, которое позволило на протяжении многих десятилетий уберечь мир прежде всего от ядерного катаклизма. Но я хотел бы и в выступлении Путина и всех, кто сегодня будет высказывать свои мысли с этой высокой трибуны, услышать главное – мир сползает в эпоху хаоса. Даже в докладе Deutsche Bank недавно начинается с того, что надо многое сделать, чтобы уберечь от этого хаоса. Я в свое время анализирую ситуацию и понимаю прекрасно, что капитализм и американский глобализм не спасут мир. Они определили три сценария мировой политики. Первый сценарий, который опубликован в моей книге «Глобализация и судьба человечества», направлен на баланс интересов. Наша партия и наш крупнейший ученый, академик Копчук, участвовал в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года, где мы внесли резолюцию о справедливости в межгосударственных отношениях. Но американцы единственные, к слову, тогда отказались поддержать эту резолюцию, которая обеспечила баланс интересов. Они сказали, что мы будем главными хозяевами и решили реализовать программу глобализации по-американски. Они полагали, что убийство СССР и возможность им питаться нашими гигантскими ресурсами, рынками, даст право им диктовать всем свои условия. Но американизированный капитализм продержался 17 лет. Они, питаясь убитой страной и огромными ресурсами, оттянули свой тяжелый кризис, который в 2008 году обвалил двоих крупнейших фонда, и в эту яму загубили почти 200 стран мира. После этого повторился кризис в 2014-2015, а сейчас мир подошел к новой войне, война, которая уже у наших границ. Сам факт, что англичане приперли к нашим границам 28 своих самолетов и мешают нам нормально жить и спать, свидетельствует об этом. Натовцы, американские бомбардировщики уже бороздят небо ридной Украины, а нацисты, бендеровцы, лесные братья и польская шлихта затеяли свою возню в братской Беларуси. Я хочу, чтобы Путин вспомнил свою речь в Мюнхене и прямо сказал, что у нашей страны есть государственные интересы, что мы будем обеспечить свою безопасность, что мы примем закон, даже словесные призывы о речении территории России будут уголовно наказуемы. Давно надо принимать этот закон. Но надо прекрасно понимать, что американизированный глобализм несет всем угрозу и всем большую войну, в том числе и американцам. Если вы посмотрите, как организована выборная кампания, то вы поймете, впервые за 200-летнюю историю Америки они не могли договориться. Уже демократы заявили, что они не признают победу Трампа, а Трамп сказал, что и Верховный суд мало что решит. А это означает, что в стране, в которой живет 330 миллионов и 400 миллионов стволов оружия на руках, после выборов наявских, а о них осталось 44 дня, может быть абсолютно критической ситуацией. Она неизбежно перекинется на многие другие страны. Одновременно американцы обозначили врагом номер один Компартию Китая. Они не в состоянии с Китаем справиться как с страной. И они понимают, что именно Компартия Китая вывела Китай к вершинам космоса и глобальному доминированию. Китай производит 20% мировой продукции и стал державой, сопоставимой с СССР. Российская Федерация не обладает таким потенциалом, но в России от советской страны остались изобретения и военно-промышленный комплекс, который Путин особо отметил недавно в День оружейника. Да, эти советские изделия и авангарды, и посейдоны, и кинжалы, они тогда были предложены конструкторами. Маслякову, Примакову и многим другим удалось спасти это в 90-е годы после дефолта. Мы поддерживали эту отрасль, регулярно голосовали за ее финансирование, что позволило стране иметь довольно надежный щит. Но этого щита мало. Еще раз хочу напомнить президенту и Совету безопасности. Я к вам обратился материалом «Русский стержень державы». Русские с 1991 года потеряли 20 миллионов, Украину 11 миллионов. Мы продолжаем вымирать и высыхать. У нас только в этом году сократилось население на 265 миллионов, преимущественно Русские области. Это означает, ликвидируется та основа, без которой не может быть целостности страны. А если учесть, что идет мощная атака на Белую Русь, то это означает подрыв всей стабильности. И не поможет тут ни Крым, ни МОЗ, ни все остальное. Поэтому сейчас надо проявить волю и характер поддержки прежде всего русского мира, великороссу, малороссу и белороссу. Закончить грызто на телеканалах с утра до вечера и пасхудить наше историческое братство, нашу великую историю. День назад исполнилось 640 лет со дня легендарной Куликовской битвы, где была заложена основа великой русской и российской государственности. Я на некоторых каналах ни одного слова не видел на эту тему. Главное в истории наши события. 7 великих битв обеспечили нам выживать. Кто полагает, что олигархия будет заботиться о целостности российского государства, те глубоко ошибаются. 104 миллиардера не хотят платить нормальные налоги. Они уже хапнули больше, чем наши все бюджеты вместе взяты. Они по закрытым каналам уже, оказывается, выгнали из страны под прикрытием коронавируса почти 100 миллиардов долларов. Это 7,5 триллионов рублей. А чтобы дыру залатать, требуется всего 5 примерно. Нет этих денег, оказывается, у Суланова. Но я обращаю внимание Путина и Совета Безопасности, что все эти либеральные хевро, остатки и огрызки Ельцинской эпохи, сейчас все на фоне обострения кризиса, возбудились, начиная с каналов и кончая попытками раскапания Красной площади. Суланов что он делает? Вместо того, чтобы готовить полноценный бюджет, он предлагает обрезать последние статьи, что недопустимо, и прежде всего резать статью по здравоохранению на 253 миллиарда. Это в стране, которая вымирает. Предлагают таблетки покупать за 12 тысяч рублей упаковку. Чтобы вылечить, надо минимум 3 упаковки, 36 тысяч. Кто их найдет в стране? Предлагают лезть в долги по самые уши. Зачем лезть в долги? У вас 13 триллионов. Фонд благосостояния. Из алтовалютных резервов 600 миллиардов, это еще 38 триллионов. У вас под столом лежит три бюджета, вы не охотите деньги, чтобы поддержать деревню и профинансировать производство собственной сельхозтехники. Не говоря уже электроники, без которой наши кинжалы летать скоро не будут. Что он еще предлагает? Он предлагает залезть в долги к иностранцам. Какие долги? На 20% ВВП. Что это означает? Это означает в этом году вы все будете платить по долгам 900 миллиардов, а через два года будет платить 1 триллион 600 миллиардов. Ваших детей берут с ног до головы, вас заложат в ломбард и завтра спустят в сточную канаву. Те, кто предлагает такую финансовую политику. Я обращаюсь к Мишустину, они вас с такой финансо-экономической политикой просто хнобят. Это совершенно недопустимо. Чем занимается господин Кудрин? Вчера объявляет, давайте продадим последнее. Господин Кудрин, вы уже продали месячью байсам. Что вы получили от этого? Вы получили миллиардеров, которые не хотят платить налоги нормальные. Что вы получили? Вы уничтожили 80 тысяч производств и предприятий? У вас ничего не работает. Вы даже не произвели за эти годы ваши те, кому продали предприятие собственного телефона. У вас у каждого в кармане американский шпион. Тогда что вы предлагаете? Что продавать еще дополнительно? Вы продали, в том числе затопили уже весь Таймыр. Убытки от той аварии 148 миллиардов рублей и 50 лет будете лечить эту рану. Вы предлагали продать леса, вы продали. Они горят от Волги до Дальнего Востока круглые сутки. Вы уже спалили в этом году лесов в территорию Австрии. Каким образом вы завтра будете выращивать свою эту элиту, которая вообще ничего русскому уже не хочет верить? Поэтому они предлагают. Что предлагает господин Жириновский? Тут выступал в прошлый раз. Прийти на Красную площадь, раскопать этот некролог, где 30 с лишним маршалов и генералов обеспечивают нашу победу. И предлагают год 75-летия он это делает. Год Ленинского юбилея, который отмечает вся планета. Это еще один провокатор с самыми последними словами. Я не слышал ни одного гитлеровца таких предложений. И на этом фоне вам, пожалуйста, выкраивают новую политическую систему. Сидят эти старатели, ухари в кремлевских кабинетах. Те партии, которые складывались 30 лет, их уже не интересует. Что их интересует? Их интересует нарезка и финанс. Сколько них денег грохнули в эту выборную грязную кампанию, для того, чтобы ее пасхудить? Пусть посчитают вместе взяты. Вот Владимир Владимирович, это и есть подрыв вашей стабильности. Потому что тот баланс между народно-патриотическими силами и либеральной хеврой, которую вы держали, вам прислушивали все и другое, сейчас на глазах разрушается и нарушается. Поэтому прежде всего эту ситуацию должен ценить Совет Безопасности и правительство. Тогда можно принимать исчерпывающие меры. А когда вам объявляют из дне войны, из дне войны, а внутри расползается то, без чего не может быть нормального сопротивления, тогда это угрожает каждому из нас. Еще раз обращаюсь ко всем вам. Учтите советский опыт. Даже после Гражданской войны Ленинско-Сталинская модернизация подняла страну к высотам. После Гражданской войны примирились с казаками. В 1934-1935 году восстановили казачьи полки. С раскулаченными, с священниками. Примирились с теми, кто уехал за границу. И в мае 1945-го всем открыли двери, приезжайте, восстанавливайте, работайте. Вот сегодня ситуация похлеще, чем в 1941-м. Потому что тогда мы были едины и сплочены, и одержали победу. Вот надо отталкиваться от этих побед, тогда придут и новые победы. На пути американского глобализма и криминально-гигартического капитализма выхода из этой ситуации нет. Нужна народно-патриотическая политика, которая предлагает и наша партия, и движение. Вчера мы подвели итоги на большом форуме партийном, тысячу человек участвовало. Мы свое заявление и оценки, о которых я вам сегодня высказался, отправили всем членам Совета безопасности, губернаторам и руководителям законодательства собраний. Сейчас время истины, нам надо вместе принимать ответственные решения. Если принял бюджет по Сулуанову, то никто не удержит ситуацию в стране, ее нечем держать. Полстраны живет на 7 долларов в сутки, остальные полстраны не знают, как концы с концами сводить. Каждое предприятие сейчас увольняет. У нас в пять раз увеличилась безработица за последнее время. Надо принимать срочные меры. Мы их и предлагаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!